Про помпы станочные. Потому что, смотрю, люди сталкиваются с такими же вопросами, как у меня были. Мне пришлось эту проблему два раза решать. У меня эта помпа осталась от фрезера предыдущего. Её пришлось менять тоже, потому что обмотки сгорели, перемотать не удалось. Перемотали, но проработала недолго. И было решено просто купить другой сош. Был куплен другая помпа, тоже импортная. Но длина этой ноги у неё была другая. У неё больше была длина ноги. Не такая, как у нашего насоса, но тем не менее больше. И в этом случае, поскольку над помпой место было, вопрос вообще просто был решён. Просто взята была труба сотка. Здесь как раз 100 мм. Поэтому была стальная труба взята. Сделаны два фланца сверху и снизу. Один фланец под подвижок, а другой фланец на сторону двигателя. И сейчас поставлено потом на место штатного мотора. Соответственно, здесь была такая проставка между заборником помпы и самой помпой. То есть, если место над помпой есть, вопрос решается вообще просто. Второй раз мне пришлось эту похожую проблему решать уже с токарным станком. Там вот штатная помпа стояла наша. Везде не ставится. Вот здесь ПА-22. Надо было укоротить вот эту длину ноги, потому что по высоте она в этом случае не влезала. Надо укоротить для этого саму штангу, ногу и ось, которая там есть у двигателя. Причём надо сделать так, чтобы соусность сохранилась. На первый взгляд, вроде не за что взяться. Но на самом деле с обоих сторон у неё идёт отверстие, которые являются определяющими базовыми отверстиями для работы насоса. С одной стороны, это вот это отверстие, через которое выходит вал помпы. Соответственно, оно точно должно быть выполнено соосно. А с другой стороны, посадочное отверстие той самой ноги. Я решил укоротить эту помпу за счёт вырезки определённого размера вот отсюда. Причём так надо сделать, чтобы соусность сохранилась между этими двумя отверстиями. Для этого я поставил эту ногу в центра, чтобы её здесь нормально зажать. Вот у меня сохранилась эта штука. Значит, это как бы фланец двигателя, имитатор. Только с другой стороны у него отверстие под конус. А с этой стороны он по размеру точно становится и, соответственно, центрует деталь на станке. С другой стороны тоже самое. Это отверстие тоже была сделана оправка, которая имела центрирующее отверстие. Это было обработано как чисто, причём на такое расстояние, чтобы был тот размер, который я хочу вырезать. И ещё немного с каждой стороны. Обработал как чисто. Вырезал вот это. Это чугун. Вырезал вот это. Хватило просто, насколько я помню, больше не торцевал я эти отверстия после обрезки. Просто ровно обрезал болгаркой. Их вырезал, это кусочек. Затем выточил втулку вот по тому диаметру, который получился после проточки как чисто. И вот такая втулка, которая зайдёт на эту часть и на эту часть. И соединит их соосно. Ну, кроме того, в этой втулке сделал ещё четыре отверстия друг напротив друга для того, чтобы потом прихватить сваркой. Вот и всё. Лишнее убрал. Обе части соединил за счёт втулки. Совместил за счёт втулки. Ну и следить надо просто, чтобы отверстия оказались там, где они были. Чтобы, если старый крепёж, на старое место ставите. Чтобы эти отверстия, которых на двигатель идут, и отверстия, которые... А, нет, ты зачем это? Нет, это загоняюсь. Ну, как бы... Всё равно надо следить за тем, чтобы расположение отверстия было примерно тем же самым, чтобы... Не нарушая кислотный баланс. Значит, всё как бы соединили через эти... Просто совместили по плотной посадке. Я их загнал одна в другую и проварил электродом по чугуну через эти отверстия одна к другой. Никакой нагрузки она не испытывает. Поэтому, ну, вполне хватает вот этих точечных провар для того, чтобы она работала. Вот и всё. Как бы и получается, помпа короче настолько, насколько нужно. Ну, понятно, что есть ограничения. Ну, по крайней мере, миллиметров на 50-60 её можно укротить. Единственное, что надо учитывать, что сош, когда помпа работает, эта сош, она распространяется здесь. И тут, видимо, водяная такая, водяной пар стоит. Ну, и даже, наверное, просто как бы... Потому что я разбирал, когда сош, после того, как помпа поработала, как-то пришлось сразу мне разобрать. Я видел, что вал в верхней части, он тоже достаточно влажный. Поэтому, если сильно укорачиваете, может быть, какие-то принять меры для того, чтобы предотвратить поступление влаги в сторону подшипников. Ну, там, сальничек поставить, ещё что-нибудь. Вот. Вот чем хотел поделиться, что хотел рассказать. Всем пока!